Шашки наиболее понятная и знакомая для всех игра. Я тоже решила принять участие в турнире. Мой оппонент, ни больше ни меньше, международный гроссмейстер по шашкам, двукратный чемпион мира Олег Дашков. Ну что ж, пожелайте мне удачи. Партия закончилась, не успев начаться. 58 секунд, друзья. Я проиграла. Спасибо за партию. От знакомых с детства до малоизвестных. Бридж, преферанс, шашки, манджонг. Участники признаются, во время турнира действительно кипят мозги. На битве умов собрались более 200 человек. За игровыми столами напряженная борьба. Партии длятся 10 минут до нескольких часов. Игра ГО – одна из самых распространенных среди любителей пошевелить мозгами. Игра черными и белыми камнями. И основная цель в этой игре – оградить как можно больше своей территории. Это игра в огораживание. В эту игру еще играли древние императоры. И для них это было очень символично. Они строили большое государство. Им надо было удерживать надежно свои границы. И в игре они тренировали свои навыки по управлению страной. Турнир по шахматам проходит при поддержке Самарского отделения Союза журналистов. Сделать ход конем решили и сотрудники СМИ. Интеллектуальную честь телеканала «Самаргиз» защищает Борис Кобзев. В турнире он занял четвертое место. Игра сложная, потому что здесь миллионы вариантов этой игры. И нужно постоянно делать просчет ходов на несколько вперед. Нужно обдумывать не только ходы, но и комбинации. Игра захватывающая. У судьи задача, конечно, следить за всем. Во-первых, чтобы все началось правильно и хорошо. И чтобы протекало. Потрогал фигуру, не сходил. Переключил, не пошел. Сделал невозможный ход. А все-таки мы должны соблюдать все эти правила. Ну, а элементарные такие, как сыграл партию, не сообщил результат. Ну, тоже непорядок. Мы же сидим и ждем. Фестиваль интеллектуальных игр проходит в Самаре уже в 13-й раз. За эти годы в нем поучаствовали более 5000 человек. Алина Чемерис, Василий Колдашов. События.